Музыка Тема сегодняшней лекции – культура. Значит, насколько я понимаю, вы, как выпускники соответствующего отделения, попадаете на культурно-исторический фронт. Правильно? Поэтому желательно ясно отдавать отчет в том, что такое культура. А вот как, кто-нибудь сейчас мог бы это сказать или попробовал бы сказать, что такое культура? Что такое культура? Вот ведь незадача. Ну, по идее, это область непосредственно ваших интересов. Правильно? Ну, надо знать, что такое культура и что такое история. Что такое история? Мы знаем, что такое история? А? Товарищи историки, скажите, пожалуйста, что такое история? Что за новая история? Что изучает история? А? Людей. Прошлое. Что-что? Людей. Прошлое. Прошлое. Прошлое изучает. Ну, люди. То есть история изучает то, чего нет. Можно так сказать? Ну, раз прошлого сейчас нет же. Прошлое. А есть настоящее. А есть наука, которая изучает то, чего нет. И вот специалисты есть. Придёте вы потом на работу куда-нибудь и скажете, вот мы историки. А вы что делали? А мы изучали то, чего нет. Четыре года. Возьмите нас на работу. Говорят, нам на работу такое не надо. Изучать события, которые произошли в прошлом? Ну, в прошлом. Вот я говорю, которых сейчас уже нет. Да. То есть люди прошлого. Они изучают прошлое, то, чего было и то, чего нет. И вы тоже изучаете то, чего нет. Да. А вы что изучаете? Я изучаю современность и результаты. А еще изучаю человечество. Чувствуете ответ? Вот. История изучает современность как результат предшествующего развития человечества. То есть смысл изучения этого прошлого – это не в том, чтобы изучить прошлое, а в том, чтобы понять, глубже понять настоящее. Правильно? И уроки для себя и извлечь. Верно? Да. А это очень хорошо. Дайте писать песню. Слова. История изучает современность как результат предшествующего развития человечества. Поэтому история – это наука такая всеобъемлющая. Маркс и Энгельс писали, что мы знаем только одну науку – науку истории. То есть даже все технические науки, физические, химические, математические – это же науки людей. И все это – предшествующая деятельность человека, которая проявляет себя в настоящем. Мы изучаем настоящее не так, чтобы только результаты, без процесса, который ведет к ним. А надо брать результат вместе с процессом. Это диалектическое требование – брать результат вместе с процессом, вместе с тем, что к нему ведет. А если мы берем только вершки, без корешков, то мы хватаем только вершки и ничего не понимаем. Поэтому историки, по смыслу науки историки, более глубокие люди. Они знают, как мы до этого дошли, до жизни такой, которая сейчас есть. Ну, соответственно, культура тоже – это близкое по определению к этому – культура. Культура не так вот, не просто все изучает, как что было. И не просто изучает современность, как результат предшествующего развития человечества. А она имеет такое свое определение. Что же такое культура? Вот почему мы говорим, что одни люди культурные, есть культура материальная, есть культура духовная. Ну и что значит? Вот если вы начнете интересоваться этим процессом, выяснится, что определение культуры очень много. Очень много. А, как всегда, хороших мало. А я вам дам только одно, которое я еще не видел таких людей, которые даже говорят, что их 500. Ну, если есть 500 – дайте одно. Вот если вот дать это одно, то всех это удовлетворит вполне. Культура – это накопленный опыт человечества материальный и духовный. Накопленный опыт человечества материальный и духовный. Культура – это накопленный опыт человечества материальный и духовный. Вот что значит накопленный опыт человечества? Значит, когда вот мы, археологи, находят разбитые амфоры, черепки и так далее, они пытаются извлечь опыт человеческих. То есть это вот говорит о культурном развитии, о том, как развивалось человечество. Каждый новый продукт, который является результатом предшествующего, представляет собой материальное воплощение опыта людей. Материальное воплощение. Опыт людей воплощается в продукте материальном, правильно? Поэтому вот если мы наблюдаем такие крупные здания, сооружения, как проводы, как стадионы, как дворцы и так далее, это что? Это плод деятельности людей. И этот накопленный опыт воплощается в таких великолепных творениях. С этой точки зрения, вот если мы смотрим на Смольный собор, Смольный собор – это вот выражение накопленного опыта человечества. Человечество накопило такой опыт, что оно может построить такую прекрасную архитектурную единицу, как Смольный собор. Сейчас он весь укрыт и его ремонтирует. Или там Исаакиевский собор. Чтобы построить Исаакиевский собор, человечество долго должно было к этому идти. И вот Исаакиевский собор – это материальное воплощение опыта строительства, опыта развития архитектуры, опыта развития искусства, опыта, который накопили работники, создававшие этот прекрасный памятник архитектуры и так далее. То есть вся материальная культура – это материальное воплощение, накопленное в общество человечества. А что, как устроена вот эта материальная культура? Ну, она прежде всего – это земля возделанная и удобренная. Можно сказать, что это тоже уже накопленный опыт человечества. То есть не гепсерная земля, не селинная земля. Земля, которая используется как пашня, пахотная земля. У нас это вот пахотная земля, а на Востоке, в том же там Вьетнаме, в Китае, в Корее – это рисовые чеки и вся система, которая обеспечивает постоянное поступление воды, орошение. Как сажают рис? Рис сажают в чеке, залитой водой. Рассаду риса. И для того, чтобы обеспечить возделывание риса, даже в средние века, даже в тех странах, которые были феодальными, государство монархическое вынуждено было заниматься этой экономической проблемой, иначе рис возделывать было бы невозможно. Поэтому даже вот у Маркса есть такое выражение «азиатский способ производства», что вроде бы есть отдельные феодалы и на Востоке, но имеется государство, которое выполняет экономические функции, которые обеспечивают орошение рисовых полей, каких бы то ни было, всех рисовых полей. Отсюда уже мы выводим вывод о том, а почему на Востоке любят рис, потому что там растет рис, а почему в северной части России пекут оржаной хлеб, потому что здесь возделывается рожь, а почему на юге России не едят оржаной хлеб, а потому что там рожь не растет. И так далее. То есть мы тоже знаем, что вот этот опыт человечества связан с тем, что и где, и как произрастает, и что и где лучше возделывать. И отсюда уже и привычки, и вкусы, они с этим согласуются. То есть, если мы берем материальное воплощение опыта человечества, оно прежде всего в средствах производства, земля как главное средство производства, и орудия, машины, механизмы, инструменты в орудиях. Ну вот интересно, что вот вы можете пойти в музей и посмотреть, какие были у древних народов орудия, там молотки, каменные топоры, мечи. А вы можете пойти и посмотреть, какие сейчас есть автомашины на наших заводах в мире. Нет? Довольно странно. То есть интересно, какие были раньше. А вот пойти, скажем, в музей современной техники, где бы показывали современные станки и оборудования, которые выпускают ракеты, выпускают космические аппараты, выпускают самолеты, да, с помощью которых изготавливаются там телефоны, телефонные аппараты, обеспечивающие радиостанции, радиоколационные станции, с помощью которых строятся турбины, с помощью которых вырабатывается электрический ток, который, как говорится, везде, вот у вас есть зарядка, вы к чему подключились? Ко всей, так сказать, сети. Там сидят рабочие, которые вырабатывают электроэнергию, правильно? Как они ее вырабатывают? У нас так получается, что, ну, если взять наше телевидение с точки зрения возможностей, у него грандиозные возможности, а с точки зрения того, чтобы оно показывало, по крайней мере, вот эти самые плоды материальной культуры, там это редкий случай, когда ты увидишь какой-нибудь завод, тем более в действии, чтобы показывали, как работает на каком-то заводе. И даже если ферму показывают, вот, дескать, ферма механизированная, а в чем там механизация, непонятно. А что механизированным способом делать, это уже непонятно. Покажут, вот, стоят коровы, стоит женщина в белом халате, и все. И что делают? Ну, и средства производства – это та часть материальной культуры, которая постоянно развивается. Постоянно развивается, и с развитием которой связано развитие всей человеческой истории, правильно? Плохие инструменты или негодные они заменяются, вырабатываются лучшие и далее, и так далее. Как, скажем, вот, открытие колеса, оно же сделало целый переворот вообще в средствах транспортных, правда? До этого тащили волоком, ну, были санки, были там волокуши, все что угодно. Вот, если есть колесо, колесо же надо было изобрести, а дальше уже делают техники. Сколько у нас этих колесных машин и механизмов, которые работают. Или, вот, одно время, последнее время, вот таким вниманием пользовались, пользовалась робототехника, вот роботы, я скажу, скоро будут это роботы делать, то роботы делать. Ну, это такое далекое представление от действительности, потому что роботы, конечно, очень хороши там, где у вас атомная станция, где есть излучение, где необходимо осуществлять какие-то работы без участия людей, чтобы люди там смотрели через толстое стекло. А сами по себе роботы, они не могут быть высокопроизводительными по той простой причине, что они копируют человека. Вот самолет не копирует птицу, поэтому он летит многократно, быстрее, чем как любая птица, правильно? Первые аппараты пытались люди скопировать вот такие. А чем дело кончилось? Дело кончилось в том, что даже самые простые сейчас летательные аппараты, дельтапланы с моторчиками, есть дельтаплан, он легко взлетает там с любого пляжа, легко садится, летит и так далее. И для этого совершенно не нужно, чтобы, так сказать, вот эти были взмахи крыльев, которые по необходимости у птиц. А уже опыт находлен такой, что мы знаем, что не обязательно, чтобы вот это было, не обязательно, чтобы было легче воздуха, потому что была дискуссия техническая. И какой вывод из этой дискуссии? Дискуссия о том, аппараты легче воздуха надо создавать, или тяжелее воздуха. Вы вспомните те, что у нас были, дирижабли и так далее. Они иногда еще и применяются, но они очень большие, громоздкие. А тот же самый вертолет, пожалуйста, вертикально поднимается и может лететь с большой скоростью на любое расстояние. То же самое, если возьмете самолеты, которые на десятки тысяч километров могут лететь. С ни с какими птицами это не сравнишь. То есть в этом смысле движение мотивативной культуры идет и идет вперед. Хотя вот такого внимания к тому, что это вот наша техническая культура, это основа существования нашего, нет. Вы еще можете пойти в артиллерийский музей и увидеть там средства уничтожения людей. Или средства защиты от уничтожения людей. Можно и так смотреть. У нас там средства защиты, какая была техника у немцев, которые на нас напали, какая была техника у нас. В Москве можно видеть, там на Поклонной горе тоже есть интересный музей. Но а что вот о производстве, которое за этой всей техникой, которое делало эту технику. Вы видели, были когда-нибудь на танковом заводе? Нет. А на самолетном заводе? Нет. А эскурсию можно сделать? Нет. Вот в свое время я был, когда было тракторное производство на Кировском заводе, я видел, как на большом конвейере производится трактора, по 500 штук в день они выходили. А сейчас 1000 штук в год на тракторном производстве, примерно, выпускается. То есть, где и какая культура в этом смысле производства развивается. И культура производства тех же самых роботов, она необходима. С другой стороны, другие специалисты техники называют это робототехнику, гробототехникой, потому что она, представьте себе, как только вы ускоряете движение руки, механической, раз, рука отваливается. А что нужно сделать? А вот существует другого рода техника, техника, которая связана с роторными технологиями. То есть, вы видите, барабан. Пока этот барабан вращается, идет обработка изделия. Потом она доходит до определенной точки и переходит изделие на другой барабан, на котором она проводит другую обработку. Проходит другую обработку. Потом на третий, четвертый, пятый, шестой. Сколько надо таких циклов обработки? А главные потери труда и времени состоят в том, что вот на одном станке токарном что-то сделали, потом везут на долбежный, долбежный на сверлильный, со сверлильного на шлифовальный и так далее. И вот все потери связаны с тем, что вот на станке очень быстро делается, а потом это или лежит, или передвигается, или снова вставляется, или снова размещается. Роторные технологии означают, что пока вот он идет обработка, он в это время и делится по кругу, как земля вокруг Солнца. И вот он подходит в эту точку, когда обработка закончилась, и в это время соприкасается с другим кругом, куда передается эта изделия. И проходит уже через другую обработку, другая операция совершается, на третий, четвертый, сколько надо. И они компактно располагаются и позволяют с огромной скоростью выпускать продукцию, с огромной производительностью. Авторучки, которые вы делаете в руках, еще недалеко в то время, когда ходили, мы и заряжали, еще были такие пункты зарядки, авторучек, придешь, и там их заряжать. Сейчас их пописали, пописали, и выбросили. Потому что стоят они гроши. А почему гроши? А потому что они вылетают со страшной скоростью с этих роторных линий. То же самое и сосиски. Никто там их не лепит, никто туда ничего не закладывает. Все это делается механически, и они выстреливаются, эти же самые сосиски. А или не сосиски, а снаряды. Или пули. То есть не пули, а патроны. Раз, 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 изготавливаются. И это все, так сказать, сюда закладывается первичный материал, оттуда вылетает, все готово уже. И как можно представить, что планеты быстрее могут вращаться, так вот эти роботы, эти вот роторы, они могут все быстрее, 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 и обеспечивают и движение с одного, от одной операции в другой операции, и обработку. Но этого, к сожалению, мы не видим с вами, не наблюдаем, потому что мы будем, мы все рассказываем о том, кто-то когда-то раньше что-то построил. Так получилось вот в нашей истории, что мы вот с вами разобрали, что вообще мы изучаем современность как результат. Вот это было бы интересно показать вот современные и сказать, как вот дошли от таких вещей, как Сахада, современного комбайна, который у нас выпускается. В Ростовской области есть соответствующие комбайновые заводы, которые делают замечательные комбайны, которые идут на экспорт, в том числе в Канаду. И которые могут вот либо непосредственно вот убирать хлеб, либо сначала хлеб срезается, срезается, он скашивается, обрадуются волки, когда они подсохнут, потом идет комбайна, забирает эти волки, обмолачивает. И в производстве хлеба вообще нет никакого ручного труда. Сеют хлеб с помощью сейлов, никто не ходит и из лукошка это не сыплет. Дальше. Обработка, если нужна, механизмами происходит, если, скажем, зимой подкармливают, зимой могут подкармливать соответствующие поля. Пахота механически делается, механизмами машин растет. После того, как посеяли, все это вырастает, так сказать, и не касается рука человека. Потом комбайнами убирают куда? Машины, машину куда ведут? В колосники, которые стоят и в которых хранится зерно. И там оно еще и перемешивается. А потом оттуда насыпают также в машины, которые везут на мельничный комбинат. И, естественно, подача там зерна не так, что кто-то берет лопатой и пересыпает. Никто ими лопатами не пересыпает. Оттуда поступает по соответствующим шлангам зерно прямо идет на мельничный комбинат и получается мука. Мука, видели, такие большие машины бывают, в которых в некоторых водят цемент, а в некоторых написано муха. Вот это мука в такие большие с вращающимися системами, которые обеспечивают постоянное перемешивание этой муки. Та же, как и перемешивание, допустим, бетона. Вот они их привозят куда? На хлебозавод. На хлебозаводе идет опять выпекание. Как вы думаете, хотя вручную лепят эти булочки или эти булочки есть для них формы, разливают механизмы. Потом рецептура тоже уже известно. Все это выпекается и вот ручной труд начинается так, как начинают грузить на автомобиле, развозить. И вот грузят на эти, потом до магазина довезут, выгружают и ставят. И то, как вы видели, если там где-то крупный магазин, там уже не вручную, а приезжает машина, поднимается у машины, открывается задний бор, опускается, грузится на него, он опускается, подъезжают люди с тележками механическими, поднимаются эти вот такие шипы и увозят аддон в магазин. И по магазину тоже разводят на специальных тележках. То есть степень механизации и автоматизации у нас все время растет и во всем мире растет. И, конечно, это было вообще очень интересно, если бы мы так и смотрели на эту современность как результат предшествующего развития человечества. Как, через какие посредствующие звенья и как развилась эта культура производства. Культура производственная, культура развития самых главных средств производства, от которых зависит все. От этого зависит здание, сооружение, строительство. Вы видите, как сейчас строят здания. Есть самый распространенный способ, когда просто поднимается форма и так все время отливает и отливает и отливает и отливает стены сплошного литья. Потом вы видите, что эти стены недостаточно прочные, но тонкие. И они ни звук не держат, ни тепло. Поэтому раз на эти стены прикрепляют вот такие значительные пакеты минеральной ваты. Минеральная вата может быть 5 сантиметров, может быть 10 сантиметров, столько, сколько надо. она обеспечивает вам, гарантирует тепло. После этой минеральной ваты крепится уже фасад. Фасадная плитка определенная тоже специальными креплениями, которые могут люди прямо вставлять и быстро-быстро совершается строительство зданий. Поэтому техника тоже в этом смысле далеко ушла вперед. И конечно внимание к этому должно быть у историков прежде, то они как только первобытных людей изучают, то они технику изучают. Как только современных, они уже ничего не знают. И мы получаемся просто потребители, которым нам уже вывалили готовый продукт, а в нем следы этого изготовления, как это готовится, уже не видны. Как вы по шарику, шарикоподшипника, определите, как его сделали? Вы можете узнать, как делают шарик, шарикоподшипник? Невозможно. То есть невозможно по результату просто понять, как, то есть надо брать вместе с процессом. Тем более интерес представляет и то, какое существует разделение труда, это тоже элемент культуры. Но вот скажем, с одной стороны мы знаем, что при империализме имеет место вывоз капитала. Это что значит? То есть какой-то крупный, крупная держава, капиталисты этой крупной державы вывозят свои предприятия в другую, менее развитую страну. Например, вот наши товарищи очень рады, что у нас тут инвестиции иностранные привлекаются. Это что значит? То есть строится американский, южнокорейский, французский, японский завод. Или наш завод, вроде завода в Жигулях, который был все время российским, вдруг становится одномоментно япно-французским, как АвтоВАЗ. АвтоВАЗ принадлежит контрольный пакет уже япно-французской компании. Рено Ниссан. И он уже, это же не наша машина, то есть это не наше предприятие. Но а кто работает на этих иностранных предприятиях? Работают наши работники, то есть кого эксплуатировать? То есть скажем, если мы смотрим, какова, так сказать, с точки зрения развития культуры производства, значит, американские производители, организаторы производства, они себе оставляют очень сложные интеллектуальные функции, производства мотора, двигателя, производства рулевого управления, а вот такие вещи, как дверцы, облицовка салона, крылья, поддоны и прочее. И это, это пускай делают в России или в других странах, куда это все выводится. И получается, что машина, а, вроде, американская или английская, или французская, или японская, делают ее русские рабочие или нерусские гастарбайтеры, которые здесь работают, тоже туда поступают на эти автомобили. И их труд эксплуатируется, значит, основная масса прибыли за вычетом налогов уходит по месту, где собственник этого предприятия уходит за границу, а в то же время можно сказать, что производство стало мировым. То есть автомобиль делается так, что-то делается в Америке, что-то делается в Японии, что-то делается в Европе, а собирается здесь в России. И вот это мировое всемирное разделение труда, сейчас, если мы не рассматриваем аспекты эксплуатации, то это как сам факт. Разделение труда существует в масштабах всего мира, и поэтому очень трудно освободиться от той зависимости, которая с этим связана. Скажем, почему серьезно вещерок санкции наносят нам, потому что у нас настолько широка была зависимость от других государств, от производства, что настолько привыкли некоторые товарищи нефть продать, утратив свою культуру производства станков, оборудования, машин сложных, что, скажем, на сегодняшний день станки можно где купить? Можно купить в Китае, на Тайване и в Белоруссии. А у нас станкостроение было развитое, в Иваново делались станки, обрабатывающие центры, которые все операции делают на одном станке и станок с программным управлением. Вы заложили программу и в соответствии с этой программой вы туда отправили заготовку, эта заготовка выходит как готовая деталь этого станка. Где этот завод? Нет этого завода. А у нас на Свердловской набережной был завод имени Свердлова станкостроительный, на экспорт станки выпускал. Где завод Свердлова? Нет завода Свердлова. Это что утрачено? Утрачена культура. И утрачена еще и культура в том, если понимание того, что средства производства являются решающими. Если вы их получаете только из-за рубежа, то вы оказываетесь зависимыми от этого самого. А что такое опыт накопленный? Опыт это еще и извлеченные уроки. Опыт это не значит, что мы собираем все, что было, всякое барахло. Мы берем лучшее и выясняем, что соответствует прогрессу, а что не соответствует. То есть наши действия были разными и мы из этих всех действий выбираем успешные и отбрасываем те действия, которые являются негодными. Почему культура определяется как накопленный опыт человечества? Материальный, духовный. Опыт, а не просто что человечество делало. Делало, делало, что такое делало? Убивали, резали, жгли. Это было же в истории. Но опыт-то какой? Опыт состоит в том, как от этого постепенно избавляться, а не в том, чтобы это просто повторять и расписывать. Если речь и постольку, поскольку речь идет о культуре. К счастью, вот опыт, накопленный Советским Союзом в области космических исследований, в области производства ракет, ракетно-ядерного оружия, он не утерян. Хотя, хотя, но картина выглядит на сегодняшний день таким образом, что известная ракета Сатана, которая составляла, еще до сих пор составляет основу наших ядерных сил, она имеет 10 разделяющихся боеголовок. То есть, она вот подлетает к району, где она должна осуществить взрыв, разделяется на 10 частей, и каждый имеет свою программу наведения. ее невозможно остановить никакими системами «ПРО» существующих. До сегодняшний день таких ракет у нас Россия не производит. Самые современные ракеты, которые производятся сейчас, это система ЯРС, 3-4 разделяющиеся боеголовки. А тополь, который сейчас стоит на вооружении в основном, это моноблочный, одноголовок. То есть, такую ракету можно засечь и можно ее подавить в ходе движения. Поэтому, если как только вероятный противник начинает видеть, что другая сторона отстает, тогда у него появляется желание развязать войну. На чем строится нынешнее мирное сосуществование? на том, что, скажем, возможные противники имеют паритет. У нас столько же ракет, сколько у Соединенных Штатов Америки и столько же боеголовок, сколько у Соединенных Штатов Америки. Даже на одну больше. И эта культура добыта благодаря колоссальным исследованиям и большой конструкторской проектной работе и производственной деятельности, которая была во время существования Советского Союза. Примерно в космической отрасли занято полтора миллиона человек. Я вот вам могу привести пример, такой материал предложить, посмотреть, очень интересный. Если вы наберете в интернете Георгий Малинецкий, город Дубна, Георгий Малинецкий это заместитель, был заместителем, это крупный математик, заместитель директора Института прикладной математики. А Институт прикладной математики следит за всеми космическими объектами, которые крутятся сейчас вокруг Земли. А вокруг Земли вращаются разные осколки, обломки, и скажем, если они 10 сантиметров, они уже учтены, и траектория их вычислена. И когда вы запускать собираетесь космонавтов, то вы должны понимать, что вы уже теперь летите не просто так, по небу, а вы летите по небу, где пролетают крупные осколки космического мусора, который теперь еще пока не убирают. Часть этого мусора сгорает и уходит на Землю, а часть остается. ну вот он там рассказывает как работает их система и рассказывает о том, какое развитие должно быть и как должно быть развитие в области техники, в том числе в области космоса. И он говорит, что у нас есть, вот сейчас рассуждают про Сколково, а мы этих людей спрашиваем, которые создавали Сколково, вам что нужно? У нас есть Наукограды под Москвой, есть Троицк, есть Дубна, что вам нужно сделать? Мы вам сделаем. То есть люди, работающие в этой области, в состоянии сделать все, что нужно для космических целей. Об уровне культуры нашей космической отрасли говорит и то, что на американских ракетах Atlas наши двигатели для ракет. Они у нас их регулярно покупают. Недавно Маккейн требовал и кричал, что надо прекратить это, закупать у русских эти самые двигатели, а Министерство обороны Соединенных Штатов Америки говорит, нет, нет, иначе мы без них не обойдемся. Вот такая картина. Теперь, если вы следите за Международной космической станцией, то вы, наверное, заметили, что туда возят сейчас международные экипажи только российские корабли. американцев, американцев, видимо, в связи с тем, что у них какого-то опыта планирования нет, они их одну программу закончили с шаттлами, а новые не успели создать. И до 17-го года они за деньги заплатили нам миллиард семьсот миллионов долларов, чтобы мы катали их, возили на Международную космическую станцию. При том, что у нас в других областях, как вы знаете, в том же станкостроении большой завал, и в других аспектах тоже, но вот в той части, которая касается нашего оборонного и космического производства, мы находимся по-прежнему на таких передовых позициях. Есть у нас такая организация, называется Ростехнологии, корпорация, Ростехнологии, которая отвечает за оборонную тематику, но поскольку там сосредоточены оборонные заводы, которые создают танки, пушки, самолеты, ракеты и так далее, которые, как вы знаете, не уступают, а во-многом превосходят американские образцы. И в торговле вооружением Россия находится на втором месте по объему продажи и экспорту вооружения и охотно покупают, в том числе и довольно близкие по позициям к Соединенной Штат Америки страны, в том числе Ирак у нас поступают в Саудовской Аравии и так далее, Алжир покупал наши танки Т-90 и Миги, самолеты и так далее. Но вот как рассказывают сейчас генеральные директора тех предприятий, которые выполняют оборонную тематику, стоит задача, чтобы не менее 50% продукции оборонных предприятий была гражданской. И не только для того, чтобы задействовать для гражданских отраслей этот потенциал, но и для того, чтобы не оставаться только на одних заказах оборонных, они сегодня есть, завтра нет, и их трудно предсказать, а производство должно непрерывно развиваться, двигаться и быть готово к выполнению оборонных заказов. Этому возможно только оно будет выполнять близкую, аналогичную гражданскую продукцию. Так, собственно, и было в советское время. Сейчас постепенно понимание того, что вот такая должна быть культура производства приходит, и движение в этом направлении есть. Скажем, у нас плохо было с приборами, вот недавно создана приборостроительная корпорация. Двигателестроение было до такой степени, что у нас уже не было своего производства двигателей, или мы уже подошли к такому рубежу, когда могло бы его и не быть. И вот товарищ Медведев выступая по этому поводу, говорил, что мы вообще-то должны уходить из экономики, государство должно уходить из экономики. Такая у них концепция вроде бы теоретическая, рыночная. Но если мы не сделаем двигателестроительную корпорацию, у нас не будет двигателей, не будет военно-морского флота, не будет у нас самолетов и вертолетов. Поэтому созданы двигателестроительные корпорации. То есть даже люди, которые занимаются сугубо рыночной позиции, можно сказать, смотрят на рынок, идут все равно вперед, но правда спиной. Смотрят туда, а идут в другом направлении. Потому что учет вот этой культуры производства, учет того, что такое современное производство, что это не производство какого-то мелкого бизнеса, а вы наверное постоянно слышите, читаете, может быть в газетах, по радио, по телевидению, и говорят, надо поддержать мелкий бизнес. Что такое мелкий бизнес? В ларьках можно сделать ракету, самолет, можно сделать телефонный аппарат современный. Современное производство это технологическое применение науки. А в этом самом ларьке там туалета даже нет, там ведро. Ну как можно его, а что ничего поддерживать? Вот мы с вами конкурировали, и если мы с вами сторонники конкуренции. и вот вы у меня выигрываете. Почему вы у меня выигрываете? Потому что у вас более эффективное производство, а поддерживать государство будет меня. Почему? Если у вас более эффективное производство, зачем же поддерживать тех, кто проигрывает в этой конкуренции? И вот огромные деньги налогоплательщиков все время бросаются на то, чтобы поддержать этот мелкий бизнес, который все время разоряется, и который ничего крупного и серьезного создать не может. Высокотехнологичного, современного соответствующего требования, которое подъявляется к современной технике. Вот я не случайно на этом остановился достаточно обстоятельно, на культуре производства и на культуре, материальной культуре, связанной с развитием средств производства. Потому что это решающее во всем развитии человечества, потому что с развитием средств производства связано все движение истории. Правильно? И вот я думаю, что вы должны быть теми историками, которые должны это вернуть, понимание вот этого вопроса, чтобы мы не ограничивались, будем только храму показывать, где там молились. Или как сейчас изображают некоторые товарищи победу под Сталинградом, дескать, на самолете облетели с иконой Божьей Матери, так сказать, и вот удалось тогда разбить эту самую армию Паулюса. Или там были срозточены танки, пушки и самолеты, и наши стратегические военные умы в Сталинграде, которые провели эту операцию по разгрому немецко-фашистских войск, которая вообще изменила весь ход событий в Великой Отечественной войне. Чтобы не получилось, что как-то мимо наших взглядов проходит то, что составляет вообще пружину общественного развития, взглядов историков. Ну, это я говорил о культуре материальной. В культуру материальную входят, конечно, и предметы потребления все, безусловно. Как известные раньше ели жареное мясо, как сейчас шашлыки. еще работают на общинном обществе, но вот, скажем, люляки-бабки и так далее, чтобы они появились, нужно было развитие соответствующих средств производства и соответствующей культуры. А разрывали руками никаких вилок не было. Сейчас, правда, идет процесс обратный, уже металлические вилки убрали, пластмассовые остаются, которые рискуют сломаться и попасть вам прямо в горло. Может быть, думают, что студенты набросятся на преподавателя, их порежут металлическими ножами или вилками используют, не знаю, почему-то вот начали. А? В гордоне металлические. Не металлические. Где? Где? Металлическая стола. С какого дня? Сегодня? На той неделе. С какого? На той неделе. Да, на той неделе. Но это прогресс, видите, прогресс техники. Идет уже все-таки. Хотя, конечно, пластмассу стали делать позже, у него есть ряд преимуществ, но не таких. Значит, мы говорили о культуре материальной, а есть культура духовная. Есть, так сказать, пограничные такие области. Что такое архитектура? Это же искусство, да? Да? Причем такое искусство, которое всегда с нами. Это не тогда, когда мы соберемся пойти в художественный музей, и не тогда, когда мы соберемся пойти на какую-нибудь экскурсию. Архитектура – такое искусство, которое воздействует на человека всегда. Поскольку он находится, если он находится рядом в городе, это на него влияет. Почему, соответственно, при строительстве метро в Москве в самом начале были прекрасные станции сделаны, которые, конечно, в образе применения искусства. Возьмите там станцию Комсомольскую, там еще целый ряд, баррикадную и так далее. Или у нас на первой линии, которая была, считается, что Автова – одна из лучших в мире станций метро. Или, скажем, возьмите вы Пушкинскую, где сидит Пушкин, и здесь там ветви деревьев, памятник ему. Или памятник Пушкину на Черной речке такой печальный, прекрасные памятники. То есть это же вот она архитектура, соединена с транспортом, с движением. То есть она пришла, эта архитектура, это искусство пришло прямо к людям. И тогда, когда люди соберутся пойти к нему, а вот тут и культура приходит. Потом было время, когда начали делать метро по типу газовых камер, как вот в Петроградской, значит, двери одни закрываются, другие, но пока никаких газ никто не пускает, пока удается так выскользнуть оттуда. И обратите внимание, сказать, что народ скучивается всегда около этих дверей, и вечно там сидит толкучка. Ну, по одной простой причине, что тут точно обозначено, где будет останавливаться. А на других станциях свободных, там все это рассредотачивается люди по платформе, и такой-то и давки нет. Ну, вот так больше уже строить не будут, потому что возьмите вы новую Адмиралтейскую станцию нашу, и эта Адмиралтейская станция, значит, конечно, есть некий возврат к тому способу, пониманию того, что это не просто транспорт, это место, где бывает миллионы людей, и надо этих миллионов людей приобщать к прекрасному и к нашей истории. Там есть портреты наших плотоводцев, и вообще это красивая станция. Ну, и то, что вот сделали, все здесь, с одной стороны, ремонтом станции Царя-Островская, а с другой стороны, в связи с тем, что будет чемпионат мира под землей, теперь дорожка бегущая, которая позволяет со станции Спортивной попасть прямо под Невой, на Васильевский остров, это, конечно, тоже приятный успех и достижение. Мы часто говорим, что у нас то плохо, и это плохо, ругаем, но есть и хорошие вещи, которые сделаны, и которые делают честь тем, кто это сделал. Но это пограничная, так скажем, часть, но если мы возьмем собственное искусство, собственное искусство во всех его проявлениях, то задача искусства – не создавать материальные блага. А в чем задача искусства? Ну, как-то духовное воздействие на человека. А? Духовное воздействие на человека. Духовное воздействие на человека, да. Вот у Гегеля, поскольку мы изучаем с вами философию, и с философской стороны подходим к этому, говорится, что в книге «Феноменология Духа», что есть три формы постижения мира. Первая – религиозная, когда мир, так сказать, земной, постигается как фантастический мир небесный. Религиозная форма постижения мира в образах, в образах, то есть искусства, то есть искусство берется как форма постижения мира. Обратите внимание на формулировку. Не познание, а постижение мира. Постигнуть можно его и не только в понятиях. И третья форма научная – это постижение мира в понятиях. И все эти три формы постижения мира входят, соответственно, в культуру. Правильно? И хотя мы отдельно можем говорить о религии, о церкви, но, в общем-то, поскольку ее деятельность связана с использованием и созданием объектов искусства, то она, конечно, тоже входит в этом смысле в культуру. Ну, если церковь не насилием собиралась привлечь людей, а тем, чтобы… а красотой, то она, естественно, должна была строить красивые храмы, красивые сооружения, и иконописцы, которые писали бы крупными художниками, да, как рублев, и создали бы замечательные творения. А наука входит в культуру? Наука тоже входит в духовную культуру, правильно? То есть, если развивается наука, это тоже подъем культуры, но это просто разные формы постижения мира. Если вы идете в филармонию, то вы прекрасно понимаете, что музыкальный образ, он воздействует, но на каждого он по-своему воздействует. А какие мысли у вас родятся в голове во время нахождения на концерте, во время прослушивания музыкального произведения, это зависит от человека, от самого субъекта. Ясное дело, что, скажем, печальная музыка навевает печали, а веселая, значит, освобождает от грусти. Но какие конкретно мысли? Это мысли мысли не передает искусство. Искусство передает образы. То есть оно прямо воздействует на чувства людей. Вот вы в своей будущей работе будете иметь дело главным образом с такими объектами, которые непосредственно воздействуют на чувства людей. Правильно? Или уважение к тому, что создано человечество, уважение к той силе, которая требовалась, или к тому труду, который был затрачен, или к тому величию этого труда, что вот какое. Но великий труд не только потому, что его было много, а потому что он очень разумный был, и этот труд был одухотворен. То есть искусство – это постижение в образах. Даже если вы берете милитристику, то есть художественную литературу, и там вроде все слова, но если там много написано в каком-то произведении, в романе, вот, может быть, вот столько написано про приближение грозы, это не для того, чтобы вы узнали, что такое гроза. Это создание определенного настроения перед тем, что будет излагаться дальше. Правильно? То это ни в коем случае мы не можем приравнивать там художественные произведения и научные. Потому что в научном произведении есть постижение в понятиях и строгость в понятии, это непременные условия. А для художественного произведения это умение создать образ и передать этот образ, хотя и словами. Поэтому, скажем, великие художники, они могут быть необязательно великими мыслителями, скажем, оценивая Льва Толстого, Ленин в работе, Лев Толстой как зеркало русской революции, что это вот матерое человечище, Лев Толстой, что до него не было, вот, так сказать, крестьянина в литературе. И он создал образ, так сказать, России, той, которая была в то время. А что касается его взглядов, непосредственно политических, это помещик и родствующие в горести. Так вот Ленин оценил. То есть он их оценил, как эти взгляды реакционные. Хотя, хотя, вот вы можете почитать, всякие такие публицистические заметки Толстого, конечно, он как человек очень крупный, там очень интересные вещи, потому что он ненавидел всякого рода эксплуатацию, говорит, пока есть люди, которые бросают окурки, есть люди, которые их подбирают, вот для этого пока не будет счастья у человечества. То есть такая вот ненависть к эксплуатации, она сквозит у него, и не только в художественном произведении, но и в его, так сказать, таких политических заметках и статиях. То есть в область духовной культуры попадает религия, все искусство и вся наука. Ну и, наверное, еще в область культуры попадает и поведение людей, да? Вот норабственность, это тоже область культуры. Мы рассматривали вопрос о нравственности, да? Но все, вот постепенно человечество делает для себя выводы о том, как должны люди себя вести для того, чтобы общество развивалось. хотя, как мы с вами с вами обнаружили, в самой нравственности имеется два противоположных течения, есть две нравственности в классовом обществе, но в культуре запечатлевается то, что является уроками, да? А урок, он приходит вместе с историей. Скажем, вот такая заповедь «Не убей», она сама по себе рассматривается как положительная, но когда на вашу страну напали иноземные захватчики и пытаются поработить народ, то, скажем, заповедь приходит другая, что надо взять в руки оружие, защищать свою страну и освобождать ее от этого иноземного нашествия. А что касается вот моральной стороны победы, которую отмечал советский народ в Великой Отечественной войне, это ведь освобождение человечества от фашизма. Кто освободил человечество от фашизма? Да, у нас были помощники, союзники из Соединенных Штатов Америки и Великобритании. Они тоже боролись с фашизмом, правда, долго их увещевал Сталин, чтобы они открыли Второй фронт. А Второй фронт был открыт достаточно поздно, когда уже советские войска были в Европе, двигались. И когда было ясно, когда уже было ясно, кто победит в этой войне. Но, тем не менее, мы не умаляем эти заслуги. и помним, что здесь у нас ездили американские студебекеры и летали в некотором количестве американские самолеты и другое вооружение, и что английские моряки с риском для жизни отправляли караваны судов на север Советского Союза, в которых везли оружие и все, что необходимо для военной промышленности. То есть вот это коллективное действие, в котором участвовал Советский Союз, это навсегда вошло и в мировую культуру, поскольку человечество освободил Советский Союз от фашизма. И это в любом случае память о Советском Союзе. Поэтому, когда некоторые рассуждают, малограмотные люди, что Советский Союз развалился, он не развалился, его уничтожали изнутри, извне. Причем построен был Советский Союз и социализм в СССР был построен за 18 лет, с 1917 по 1936. А, как говорят, уничтожали его с 1961 года, когда из программы партии была вынута сердцевина вообще того, что составляет собой марксизм, ленинизм, учения о диктатуре марксизма, до 1990 года, когда закончился переходный период от социализма к капитализму. И не только, скажем, нынешнее поколение не жило в этом смысле в условиях социализма, а, скажем, даже наше поколение, здесь, кто здесь присутствует, старшее поколение, 45-го года рождения, это то поколение, которое часть прожило при коммунизме, то есть в низшей его фазе при социализме до 91-го года, до 1961-го года. Мне в 61-м году было 16 лет, а с 16-ти лет я всю оставшуюся жизнь сначала жил в переходном периоде от коммунизма к капитализму, а теперь при капитализме вместе с вами. И, как говорит мне мой сын, говорит, тебе хорошо, папа, ты понимаешь, у тебя все было бесплатно. Вот меня бесплатно учили 19 лет с 1-го по 11-й класс в школе, и, кстати, я вот вам говорил о том, чтобы как бы хорошо познакомиться с современной промышленностью, у нас не уроки труда были, когда была средняя политехническая школа, а мы два дня в неделю работали на современном предприятии, военном. Я работал на заводе почтовый ящик 936 за электросилой в московском районе, и поскольку это было три года, за три года, так сказать, ну, по существу, по два дня в неделю, получилось, что вот у меня получился годовой стаж в пересчете на полную неделю, шестидневную работу. И я работал там с теми людьми, которые создавали оборонные щиты. Нам, правда, не говорили, что создается, но мы там внутри на помойке видели, написано бомбосбрасыватель. Внутренние помойки, куда выбрасывали бракованные изделия. Там у нас была и культура производства, в смысле того, что производственную гимнастику все делали, те, кто на сборочном производстве, выходили в белых халатах. И там мы узнали, что мы эту капельку должны быть там, где завернута гаечка, капнут из нее краской красной. А потом придет военная приемка, и если они обнаружат брак хоть в одного изделия, вся партия этого изделия будет отправлена в брак соответствующими выводами. Как сейчас некоторые в производстве в современном тоскуют по той приемке, которая была. Брак не проходил. Потом мы были в цеху, где я поработал слесарем, и несколько месяцев я делал одну пластинку, чтобы она была такой ровной, гладкой, блестящей. Это у меня получалось плохо, хотя надо мной старый рабочий стоял долго, чтобы переделывать снова, переделывать снова, переделывать снова. Там я посмотрел, как выглядят литейщики, когда собираются общее собрание. Видно, что приходят люди вопреки с совпалыми лицами, потому что они работают в такой атмосфере, где меньше живут на 10 лет, чем все остальные. И наконец-то я попал в станочное производство. У меня был станочек свой маленький токарный. Я делал подшипники для магнитофонов Астра. А потом разные шестеренки делал, или изготовки для шестеренок вытачивал. И надо было считать микроны, чтобы это все подходило, и чтобы не было брака. Когда я делал подшипники для магнитофона Астра, то у меня была сначала такая золотая нить, эта стружка шла, такая бронзовая была, так красиво. Я был, можно сказать, королевский у меня такой был труд. Но после этого пошел прогресс техники, и стали эти подшипники делать из смеси порошка бронзы и графита. и я ходил черный, потому что это летело все сюда, и все рабочие ходили, и у меня смеялись, ну, черномазы, ты что там делаешь? То есть, это тоже было таким положительным моментом, и я просто хочу об этом сказать, что одно дело экскурсия, когда пришли, посмотрели, а другое дело, когда мы там какое-то время находились, и я должен сказать, что это не помешало мне в развитии, потому что, как и не помешало моим всем товарищам, потому что все люди из моей школы, все поступили в вуз, там все, много профессоров, докторов наук и других специалистов, вот, хотя они видели и знают, что такое было, по крайней мере, современное производство. Нынешнее современное производство в некоторых отношениях хуже, поэтому мы, можно сказать, и посмотрели и будущее нынешнего производства, к которому еще надо добраться теперь снова до этого. Скажем, если тот же Сестрорецкий завод, который был Петром основан, вот, если приедете в Сестрорецкий, там есть парк Дубки, и там был оружейный завод, на котором делали пушки, а потом делали вот разную военную технику, в том числе трехлинейную известную винтовку, которая, вот, есть автомат Калашникова, а предыдущим был самым известным оружием, это трехлинейная винтовка, которую вы могли бросить в воду, достать, и она стреляет. Я тут должен сказать, что, поскольку у меня там имеется дача в разливе, то и прокладывали газ, газовщики, и я когда однажды прихожу, у меня валяются, значит, патроны от трехлинейной винтовки, и даже с собой мы, ну, в общем, я-то знаю, что захоронение боеприпасов до двух лет полагается тюрьмы, уголовная ответственность, так что, но мы их все равно сначала проверили, есть, как там, порох горит или нет, горит, прекрасно, вот они лежали под землей, где-то в земле, в песке, и прекрасно это все горит, вот, ну, я их все-таки бросил в горну, чтобы меня не забрили с этим делом, но это пошли о том, какое делали оружие, и в войну делали там соответственно пистолеты, пулеметы и другое вооружение, где этот сестререцкий завод, продали американцам, американцы правильно рассчитав, некоторое время там, значит, что-то делали, а потом уничтожили его, там ничего не делается, там ничего не делается, и сестререцкого завода просто нет, в войну он был перевезен в Новосибирск, сестререцкий инструментальный завод, инструментов лучше, чем марки сестререцкого инструментального завода СИЗ, не было, переехал в Новосибирск, Когда обратно возвращали, по сложившейся тогда практике, в Новосибирске сохранили завод. И там он и остался. А вот здесь завод был продан с подачи Матвиенко. Она говорила, теперь там будет культурный центр, там, центр того центра, ничего там нет. Ничего там нет, и там все брошено. И первое, что сделали американцы на тот стадион Стрелецкого завода, через который прошли все жители Сестрелецка, завезли строительный мусор и выбрали лёгко от больных ворот. То есть такое надругательство было над этой памятью. Это вообще надругательство над нашей историей. Потому что мы едем куда-то и показываем, какие там были вещи. Или там, скажем, в том же Сестрелецке, вот у нас парк Дубки, это самый северный ареал массового произрастания дубов. Там трёхсотлетние и большего возраста дубы стоят, которые ещё при Петре были посажены. И много там дубов. Хотя сами они, известно, там не вырастают, их сажать надо. А Сестрелецкий завод Петровский, всё, он уничтожен враспорт. Но что говорит нам культура? Культура – это накопленный опыт. Опыт состоит в том, не только в том, что нужно делать, а он ещё и извлечение его опыта в плане того, что желательно не делать. Поэтому культурные люди – это те люди, которые учатся на ошибках прошлого и занимаются созиданием, а не разрушением. К сожалению, вот мы с вами сейчас живём в такое время, когда созиданий не так уж и много, а разрушений полно. Можете ли вы, вот товарищи, вас тут пять человек, назвать хоть один завод, про который вам известно, он построен после 90-х годов в нашей стране? Хоть где-нибудь. Хотя вы знаете, что, скажем, каждый год раньше в Советском Союзе строили десятки и сотни заводов. Каждый год. А если нет заводов, потом вам объясняют, того нет и того нет, нету средств. И вот Минэкономика подготовила интересный план, который говорит, для того, чтобы стимулировать инвестиции, надо ограничить зарплату. Но если ограничивать, собирается зарплата, то, как вы понимаете, стипендию уж точно ограничены. Наверное, вы понимаете, что если страна беднеет, то, значит, и студенты не должны богатеть. По крайней мере, и так получается. И если у нас падение производства 3,2% за прошлый год, то значит, что у нас и доходы у всех будут. У некоторых падают, не у всех, конечно. Мы знаем, что в каждой кризисе миллиардеры наши богатеют, а количество их растет. Вот. Ну вот, некоторые мысли и соображения, и выводы, которые можно сделать, исходя из понятия культуры, как накопленного опыта человечества, материального и духовного. Спасибо за внимание. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok